Google долго искала компромисс между удачным Nexus 7 и не совсем удачным Nexus 10. Так появился Nexus 9. Забегая вперед, лучший планшет от Google, который на этот раз был сделан в паре с HTC. Планшет своим внешним видом, особенно сзади, напоминает Nexus 5, хотя есть элементы и от HTC Desire 820. Задняя часть планшета представляет из себя пластиковую крышку, по составу примерно то же самое, что и на Nexus 5, хотя материалы немного отличаются друг от друга в зависимости от цвета. Доступен Nexus 9 в трех вариантах – черный, белый и золотой. Причем все три варианта спереди имеют черную панель, и это безусловно радует. Боковая рамка металлическая, вообще планшет отлично выглядит, у него очень хорошая сборка, хотя задняя крышка довольно тонкая и очень просто прожимается рукой. На корпусе помимо входа под наушники джек 3.5, кнопок громкости и выключения, ну и разъема microUSB ничего нет, ни HDMI выхода, ни места под флешкарту. Естественно, в LTE-версии есть разъем под SIM. На передней панели экран с соотношением сторон 4х3, как на iPad. Экран при этом имеет QHD разрешение, это качественная IPS-матрица, вообще супер экран и передача цветов и яркость. Диагональ дисплея чуть меньше 9 дюймов, 8.9, отсюда и название Nexus 9. На таком дисплее классно играть в игры или браузить, но вот для видео он явно не подходит. По размерам планшет меньше iPad Air, только чуть толще первого поколения, хотя довольно легкий — 430 граммов. В руках лежит отлично. Спереди также имеются стереодинамики с технологией BoomSound от HTC. Удачное ли решение, что они спереди, а не сбоку, как на Nvidia Shield Tablet, например? Это стерео уже хорошо, а вот когда держишь планшет в альбомной ориентации, прикрываются динамики при любом сценарии. Звук хороший, четкий, но не самый громкий. В этом плане Kindle Fire еще никто не обошел. То есть ничего сверх крутого в звуке от Nexus 9 нет. Это все сказки. Планшет работает на Android 5.0, и это самое первое устройство с Lollipop на рынке США. Работает новый Android на Nexus 9 без тормозов, никаких фризов, ничего подобного. Все оптимизировано с максимальной силой. Сам Android на планшете красив, и именно на планшете он хорошо смотрится. Хотя никаких особенных фич для таблетки Google не придумала. Ни разделение экрана, ни специальных жестов. Есть, правда, одна приятная штука – двойной тап для разблокировки экрана. Это первый Nexus с подобной фишкой. Здорово и прям так стремительно работают голосовые гугловские примочки. Речь распознается прямо на ура, причем смешанная. Half-Life 2 – погода в Москве металлика. Оп. Повторюсь, работает все быстро, но и начинка здесь не слабая. Процессор – 64-битная NVIDIA Tegra K1 с частотой 2,3 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти. Помимо Nexus 9 Tegra K1 имеет еще Shield Tablet и Mi Pad, но там стоит 32-битная K1, то есть, по сути, более слабая версия. В Antutu 5 устройство набирает 49 тысяч баллов. Не слабо. С играми проблем здесь также возникнуть не может. Все, что сюда попадало, абсолютно все шло без лагов, хотя экран QHD, надо напомнить. Камеры. Сзади установлен модуль на 8 мегапикселей с апертурой 2,4. Что интересно, есть вспышка в планшете. Это круто. Спереди 1,6 мегапикселя, апертура также 2,4. Автономность. Здесь стоит не маленькая, не большая по объему батарея – 6700 мАч. При этом Nexus 9 выдает очень средние результаты. Около 7 часов проигрывания видео или столько же браузинга. Топовая версия на 32 гигабайта и с модулем LTE будет стоить в России 30 тысяч рублей. Есть и фирменные аксессуары для Nexus. Это сверхинтересно сделанный чехол-подставка, напоминающий оригами, а еще внешняя клавиатура для планшета, кстати, фолио. Ну вот, что говорить про Nexus 9. Это Nexus. Планшет явно один из лучших на Android, что может сейчас предложить рынок. Реальные конкуренты сейчас это только Shield Tablet, Mi Pad, ну и iPad, естественно. Красивая, стильная, быстрая вещь, правда, в России дороговатая. Планшет действительно классный, но как классный хороший. Стоил бы он до 20 тысяч рублей, был бы действительно абсолютным и бесспорным бестселлером.